В то время как битва Керими и Хазан заставила Синана столкнуться с самой мрачной правдой его жизни, Фазилет охотилась за Эсимин, используя ее самое слабое место. Синан, полностью потрясенный пережитым великим потрясением, подобен расшатанной пушке в своем гневе, который невозможно сдержать. Пока Хазан изо всех сил пытается удержать его от неправильного шага, она не может сдержать Синана. Реакция Синана, решившего противостоять Хазиму, стала началом великого хаоса. С другой стороны, Ягиз, который понимает, что между Синаном и Хазан существует большая напряженность, беспокоится о своем брате. Пока Хазан пытается помешать Синану сделать шаг, который может вызвать подозрения у Ягиза, Ягиз, с одной стороны, ищет узел Керими, а с другой, то, что случилось с его братом, который упал на дно. В то время как Ясимин, попавшая в руки Фазилет, нашла новых союзников, Фазилет попала в беды Идже, не успев даже испытать радость победы. Ледокол между Идже и Ясином тревожит Фазилет. В то время как Ягиз узнает правду о Кериме в момент, которого никто не ожидал, Синан делает очень рискованный для всех шаг, несмотря на все усилия Хазан. Для этого шага на пути к истине, как для Синана, так и для Ягиза, нет пути назад. Ясимин ждет сюрприз. Пока Керими, сбитая с толку полученным результатом теста, ждет ответа от Хазима, напряжение между Хазимом и Керими подогревает подозрения Ягиза в отношении Керими. Хотя Хазим берет ситуацию под свой контроль и держит под контролем Керими, Ягиз стремится к скрытой истине. Пока Фазилет ловит Ясимин в ее самом слабом месте и планирует следующий ход, между ними начинается игра в кошки-мышки. С другой стороны, когда между Ягизом, Хазаном и Синаном дует нильский ветер, присутствие Нила начинает менять баланс. Синан готовит большой сюрприз, чтобы растопить лед в отношениях с Хазан. Однако ночь сюрпризов Синана отмечена совершенно другим сюрпризом, ожидающим Синана, Ягиза и Ясимин. Теперь для семьи Ягиза началась новая эпоха невозврата, в которой ничто не будет таким, как вчера. Синан узнал секрет Керими. Когда Керими получил результат теста ДНК, он сошел с ума. Он говорил, что ни один из них не был его сыновьями. Оказывается, Хазим изменил результат. Ягиз, который был свидетелем ссоры между ними, приказал своему человеку разобраться в ситуации. Он узнал, что Керими предстоит испытание. Детали потребовали немного больше усилий. У Ясимин есть ребенок-инвалид, и о нем заботится кто-то тайный от всех. Но эту тайну теперь знает Фазелет. Нил появился в последнем эпизоде, Хазан, Синан и Ягиз были удивлены, что Нил стал партнером компании. Во-первых, Нил вызвала хаос на Синан-Хазанском фронте, а во-вторых, пошла и поддержала Селин. Он дал ему деньги, которые должен был передать охраннику. Они сели и поговорили с юристами о партнерском бизнесе Нила, но поняли, что это необходимо. Хазан, с другой стороны, не может простить Синану за такую ошибку и возвращение Нила в их жизнь. Селин, у которой была внематочная беременность и которая скрывала это от всех, стало хуже. В больницу его отвезла Фазелет. Селин сказала Фазелет, что не расскажет отцу ребенка и Дже в обмен на сокрытие этой ситуации. Если эта моя ситуация будет раскрыта, мой брак распадется, и брак вашей дочери тоже распадется, сказал он. Они согласились и стали доверенными лицами Фазелет и Селин. Хотя беременность Селин была прервана, пол ребенка и Дже был раскрыт в той же больнице, где у нее родится сын. Хазим забеспокоился, когда увидел там свою дочь. Когда Фазелет сказала, что доктору необходимо очень хорошо позаботиться о Селин, Хазим отвез ее дочь в особняк на несколько дней. Фазелет привела домой в качестве помощницы девочку, она была дочерью знакомого. Девушка была студенткой-медиком и готовилась к экзамену на медицинскую специализацию. Сначала Гек-хан встретил девушку перед особняком. Потом они вместе пришли домой. Есемин сразу осознала опасность, это была молодая и красивая девушка. Фазелет полна решимости не отпускать Есемин. Он пошел и купил за деньги женщину, которая присматривала за ребенком. Пока все сидели за столом ужинать, Фазелет взяла ребенка за руку и сказала, смотри, мама, кого я привела, пришел сказать. Конечно, Есемин была шокирована. Новая горничная и Есемин стоят рядом, думаю, он в последний момент притворится ребенком девушке. Вероятно, он принес его Есемин, чтобы запугать ее и подвергнуть пыткам. С другой стороны, Синан готовил сюрприз в доме Хазан, которая злилась на него. Когда он услышал, как открылась дверь, он выключил свет и спрятался. В это время пришли Хазан и Керими. Они начали разговаривать, потому что думали, что они одни, Керими говорила Хазан, что она больше не может этого терпеть. Пока он говорил, мне нужно знать, Синан или Егэс, мой сын, Синан все слышал. Похоже, в новом эпизоде будет много пыли. Керими, получившая результат теста, сошла с ума. Мы вздохнули с облегчением после освобождения ИДЖ из тюрьмы и выздоровления Хазыма. Как бы Гигхан не хотел сообщить Осимин, он не мог этого сделать. Они нашли другое решение, дали деньги Гюльтин, одной из служанок дома, и заставили ее взять на себя вину. ИДЖ вышла из тюрьмы, Фазилет была счастлива, но не удержалась от клятвы отомстить. Хазим взял себя в руки и вышел из больницы. Первое, что он сделал, это пошел и привел ИДЖ и Фазилет в особняк. Хазим извинился перед Егэзом за то, что он сделал и сказал, и попросил его вернуться в компанию с Синаном. Егэз сказал, что они хотят летать на собственных крыльях. Тем временем Синан нашел для своей работы зарубежного партнера, переписывался с ним, заключал договор и делал все это втайне от Егэза. Он не осознавал, какую ошибку совершил. Хазан хочет защитить Егэза, поэтому не дала Керими обещанные деньги. Женщина пошла и попросила Фазилет, а Хазан помешала матери дать деньги. Когда Керими не смог получить от Фазилет деньги, необходимые для проведения ДНК теста, он пошел и предложил Есемин сотрудничество. Он взял деньги и сделал анализ. Ядовитые препараты, которые Селин приготовила для отравления ИДЖ, привели к госпитализации другой беременной женщины в палате ИДЖ, потому что ИДЖ дала лекарства этой женщине. Селин не попадет в беду, если охранник, родственник Шукрии, даст женщине деньги. Гигхан перекрыл все краны с деньгами Есемин, и она была загнана в угол. Фазилет попросила знакомого проследить за Есемин, и ребенок нашел важные подсказки. Эти подсказки привели Фазилет к большой тайне Есемин. У Есемин есть дочь, с другой стороны, пришел результат теста, которого ждал Керими. Но когда Керими прочитала результат, ее волнение переросло в гнев. Оказалось, что ни один из них не был его сыновьями. Он пошел прямо и схватил Хазима за воротник. Егыс, находившийся в это время в зале, также вышел в коридор и стал свидетелем произошедшего. Что будет делать Хазим, когда его загонят в угол? Правильный ли результат теста или имеет место мошенничество? Посмотрим и увидим в новом выпуске. Его обвиняют в том, что он давал наркотики ИДЖ Хазим. Выявлена истинная причина болезни Хазима. Фазилет, которая узнала, что Хазим находится в больнице в конце последней серии. Сначала сообщила об этом ИДЖ, а затем остальным. После ИДЖ и Фазилет Синан побежала прямо в больницу, а Хазан поехала в аэропорт, чтобы остановить Егиза. Хазан, которая была очень опечалена известием о том, что самолет взлетел, была очень удивлена, она, когда увидела позади себя Егиза, подошла и...